дилеры не очень чисто и качественно работают у нас это тоже происходило но крайне редко мы же не против этого хорошо ну типа да наш подарок вам это как правило услуга платная кого еще вам не было сначала выглядит так как будто бы это просто просто жесть дырка и если быстро ездить туда летят камни я не хочу делать выводы напишите пожалуйста сами сегодня будет необычный выпуск так бывает вообще крайне редко но метко интересно и мы не всегда снимаем проект контент дело в том что наверное вы знаете множество разных каналов автоподборов вы наверное слышали о том что дилеры не очень чисто и качественно работают а иногда пытаются продать битый автомобиль с признаками эксплуатации как новый такая история что у нас это тоже происходило но крайне редко были такие моменты мы о них не показывали у нас канал про другое у нас канал про дотеллинг про красивые тачки про необычные проекты про порой какие-то даже сумасшедшие проекты это хорошо вы нас за это любите поставьте лайк сейчас если это правда все наши клиенты знают у нас есть такая услуга как проверка автомобиль у дилера нашими менеджерами и по-прежнему есть люди которые относятся к ней скептически ну то есть да что там может быть с новым-то автомобилем у проверенного дилера у дилера номер один и вот здесь такие всякие регалии будут выскакивать мы же не против этого хорошо ну типа да да окей вот супер мега дилер самый лучший на свете самый дилеровый дилер и амиго это лучший товар который мы пробовали и вообще у него все ваши родственники и вы в том числе все машины покупали и никогда проблем не было так вот опыт показывает то проблемы бывают а есть по-прежнему такие люди наши новые клиенты которые относятся к этому скептически к этому проверкой проверка автомобиля там с помощью подборщика с помощью технического специалиста с помощью нашего менеджера только в первом случае то есть если вы берете человек там со стороны подборщика технического специалиста это как правило услуга платная специально для вас мы сделали ее бесплатно вот мы ее придумали еще там сайт лет назад чтобы брать машину на дилер из дилера на эвакуаторе привозить к нам клеивать и вы не платите не за эвакуатор вы не платите за эту проверку просто для того чтобы вы увидели эту услугу просто увидели ее ценность это наш подарок вам дорогие наши зрители в будущем возможно клиенты это наш просто подарок те люди которые уже неоднократно покупают уже несколько автомобилей автомобилей для своих родственников для жены для детей супруга вот и так далее они уже воспользовавшись этой услугой они понимают насколько эта услуга важно и нужно сейчас у нас история пройдет про дилерский центр авилон хотя у нас нет из цели рассказывать именно про мобил он там все такие плохие все такие нехорошие проблемы есть абсолютно многих дилерах во всех давайте будем говорить что просто проблемы плюс-минус есть во всех кристально чистых не бывает меньше конкуренция тем хуже ну в общем все это хрестоматийные истины кстати те кто пользуются услугами проверки они уже многократно окупились потому что проблемы как правило есть плюс-минус в каждом автомобиле вот первый момент это фиксируется в акте приема передачи то есть когда автомобиль с проблемами это во-первых фиксируется во вторых как правило получаются скидки подарки тошки и все остальное что необходимо автомобиль чем поехали мы вавилон причем это был абсолютно штатный день я даже он был выходной я часто в работу и выходные ну то плюс-минус постоянно 95 процентов выходных в любом случае я работаю и я подумал ну в принципе что может пойти не так зачем это нужно я поехал туда оператор поехал наш менеджер и подумал что зачем я-то там еще скорее всего приедет проверит нормальная тачка все с ней чудесная плюс тачка была заказная иван менеджер отправился за автомобилем вот прекрасный делеский центр все чудесно все классно дальше начинаем проверять автомобиль клиент сам уже предвкушал то есть он был очень рад ждал эвакуатор мы проверяем машину и сразу видим множество косяков школы на дверях те кто не знают или те кто знает в передних крыльях да и в задних тоже есть такие щели у бмв x5 через который там проходит воздух через который летит гравий туда можно кстати поставить сетки заводской комплектации скажем так даже на тюнинге там никаких сеток нет там просто дырка и если быстро ездить туда летят камни и мы увидели что все двери в сколах дальше нашли царапину на коже все это зафиксировали у клиента настроение к сожалению очень сильно попортилось дальше нашли фантики в подстаканнике то есть я не знаю кто-то кушал конфетку при этом клиент это тоже все увидел и ну сильно даже не расстроился хотя автомобиль на секундочку стоит 13 миллионов рублей и многое он прощал хорошо там царапина ладно фантик ладно колы уже не ладно но история еще не на этом не заканчивается и я сейчас вам расскажу что было дальше иван давай представим что мы с тобой только увиделись можно подержаться картин вы вчера поехали в дилерский центр авилон из-за машины под названием бмв x5m competition то есть это вот та самая м-ка что происходило дальше потому что машины нет как бы чтобы понимали это история про то как мы не забрали да 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 то есть такого еще вам не было нет ну почему пара пара раз же было нам коллеги наши по нам забрать ты потом в итоге забрали потом так и забрали но это тоже хорошо ладно поехали мы пришли все красиво машина стоит в зоне выдачи там темно как обычно не там было более-менее светло более-менее светло было там стояло еще несколько машин и кстати еще один экспертен поэтому когда я сразу я хотел прям весь мир что-то не устраивало там по сборке ну шатается у него как-то ну стран причем оба я сразу на другой проверяем удобно они наверно такие наши посмотрели менеджер какие были да 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 с фонариком на все осматривал я когда понаходил гитая там было компетиши 2 компетиши 1 вот то что мне рассказал наш видеограф который ездил с тобой то что был пробег шестьдесят пятьдесят восемьдесят восемь это дофига но это реально дофига это много ну для новой машины я считаю что нам приезжала машина еще самый первый студии у нее пробег был один то есть все по 0 1 до бывает там 5 10 даже 20 даже 30 это еще как бы более вот на м как почему-то на всех по 28 по 30 километров вот именно им как может это чем-то связано рядом стоящая машина какой-нибудь был проверка и без тучи не увидела 28 или 30 28 а то есть два раза меньше храба разами у всех два раза меньше после этого владелец они сказали что да это нормально так должно быть хорошо если были там рядом где-то гражданские машину которых был меньше чем у них 10 км ну вот стандарт уехал ману и ну в среднем до 5-7 километров до 10 но просто потому что даже в дитейлинге мы там перегоняем смойки на мойкин даже километра не думает в теории если там уже было проехано там 700 метров но за один девичка через скотч но не более хорошо что дальше просто бросила в глаза куча сколов по нижней части машины то есть наружной пороге нижней части дверей расширители занимают то есть это сколы быстрей эксплуатации 100 процентов потому что они в одинаковых местах все находились вот традиционно уэмок почему-то у всех одна и та же история очень слабо лакокрасочная наверно как и у всех слабая но поскольку машина быстрая никто немедленно не ездит то колеса большие краски через эти же отверстие видимо залетает гравий и он 5 двери причем очень хорошо и на передних дверях прям снизу розы этих сколов то есть этот скол а сначала выглядит так как будто бы это просто плохо помыли машины начинаешь они начинают проверять а как там я я просто поясню если машины ездить внутри сервиса то есть дилер это такая история может быть восемь этажей там сервис мойка и она ездит это нормально наматывает на пусть там пять километров даже вот сколько она ездит со скоростью три километра в час опять там у них ограничение то что люди везде шныряют они везде ходят там негде разогнаться а это это была дорога где был гравий чтобы она могла закинуть его через воздух нам прям проехали как должна как им когда на все бабки на этом проехали а сколько лошадей вот они как бы да то есть там запросто видно что именно проехали после этого уже естественно я как увидел вообще всю эту ситуацию у него вообще настроение покупать машину улетучилась вот прям в минуту он уже прям начал присматриваться ходить смотреть видел что и резина имеют следы эксплуатации то есть по резине видно что на машине прям проехали нет то есть по неполго или чуть-чуть да то есть не по плитке на дилере а именно проехали потому что видно что она именно по асфальту проехал причем как надо типа со шлифом не знаю могли проехаться как на заводе допустим внутри погрузка до погрузки машину прежде чем отправить его в россию нашли у нас собирает а кстати какая сборка он не считается как бы немецкая но по факту по мексико ну то есть это не калининград ни в коем случае ну то есть там нет этой площадке всем привет там кёнигсбергу но ангар собирают эти что касается там внешнего именно паскопы школы есть для эксплуатации есть непонятно где возможно дилер здесь не причем но не причем в плане перегона машина то есть возможно не на ней не ездили конкретно в диле но ну кто-то я представляю едет автовоз такой знаешь это смотрит поле но причем я не знаю как точно знаю что есть тачки которые на автобозе едут заблокированы то есть они у них и так есть ограничение режим как это там транспортная то есть ограничение можно сможет снять только дилер со своим дилерским оборудованием вот так что ну типа его на сборке то наш мексиканцы гейтом наштик оси я стоит давай наш там это сжигает на них была царапина на боковом стекле заднем причем такая конкретная царапина она очень хорошо заметная одна и парочка менее заметно все же они есть как она там случилось я не знаю царапины как отрас края пленки или типа как они нет как будто вот чем-то твердым острым предметом прям порезали стекло то есть там глубокая хорошая царапина я никогда в жизни не отполировать это только замена стекла ну понятно я объясню почему я спросил такую вопросу его не все это замечают особенно клиенты к нам приехала машина давно это был рейдж ровер из известного даты линга он приехал к нам он был весь винили клиент был очень доволен работать вообще он был полностью счастлив при приемке автомобиля я смотрю они все то есть сколько там стекол 4 пока вы задние порты лобовая вот лоб из из 6 стекол только лобовая цена то есть на всех остальных раскраиваю пленку так что везде так 5 стекол подзамен просто же если клиент даже не расстроился на парня не обиделся вот решил от и не клеится у нас потому что там люди не очень специализируются в этом да немножечко про другое это кстати вот важный нюанс то что вот одно нужно делать потом другой нужно будет путная естественно там менеджер она работала с клиентом он подходил и говорил что что еще на что еще такие есть еще вопрос это на раздражение 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 негативно ну клиенты клиенты но он 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 уже уже как бы было понятно еще там на его градус измущения уже был максимальный и он был что он не возьмет тачку на просто решили на почту и то что он не понял возьмет или не возьмет но желание забрать машину быстрее отдать ее на защиту соответственно она выполнение списка проблем по машине она приглашала это смешно чтобы человеке компетентно ответил на вопрос поскольку он может ответить не на один вопрос который задает только подождите но это стандартно самом деле это неплохо история про дилера что продавец продает а разбираться в вопросах лакокрасного покрытия он не обязан любая большая компания они пытаются сепарировать риски и начали вопрос нужно набежать бюрократия бюрократия лютая не напрягала чем не нравится же компания это очень важно об этом постоянно говорю то что менеджер это ваш как бы лечащий врач вот семейный доктор вот ваших автомобилей и вот смотрите получается так что у нас машина с реальными следами эксплуатации они могли соврать то что машина приехала вот вчера и как бы кто его знает на заводе кто-то поездил откуда сколы взялись и царапины непонятно следы эксплуатации в общем все так и было вот на заводе так собираю я не хочу делать выводы напишите пожалуйста сами выводы в комментариях вот что вы думаете что с машиной произошло у которой шо 25 лошадиных сил у которых которую заказывали который x5m competition который зла и интересная вот у которой поцарапан поцарапана кожа конфетки и так далее ну просто напишите вот мне даже реально интересно как такое могло произойти по вашему мнению дальше клиент не забрал машину а решили думать о дилер хочет предложить нашему клиенту взамен на сложившуюся ситуацию а и и и и и и и вам наверно будет интересно почему мы вот здесь оказались то есть мы рассказывали про x5m показывали x5m дилерский центр авилон фантики волосы фарах и т.д. и т.п. и как мы оказались здесь все очень просто дело в том что мы честно говоря до конца думали там ждали верили что будет предложена компенсация от дилерского центра такая достаточно существенная жирная которая всех устроит и мы уже оклеим эту машину мы бы ее уже и оклеили к этому моменту когда мы записываем этот финишный диалог но дело в том что дилер вообще не пошел на уступки точнее пошел но на очень незначительные и по итогу клиент позвонил нашему менеджеру и сказал что он не будет покупать этот автомобиль потому что это не новый автомобиль и это правда этот автомобиль уже был не новый на нем уже поездили его уже нужно ремонтировать его уже нужно красить сколы отношение дилера тоже оставляет желать лучшего и в общем огромные огромные вопросы к дилерскому центру а именно к сервису ну я имею ввиду сервис как сервис которого в россии вроде как должно быть но далеко не везде и не всегда авто без забот пока машина не не продает но проверяет поэтому важно если вы планируете купить автомобиль если он новый обязательно берите нашего менеджера на выдачу чтобы он все проверил чтобы он дал свою экспертную оценку стоит машина принимает там какие подарки можно получить какие проблемы уже у нее сейчас будут даже если вы очень хотите какой-то автомобиль и вас ничего не остановит и даже если у него нет там не знаю одной двери а там другая дверь на половину из штукатурки с дошираком перемешанные там окрашенные там 1000 микрон важно зафиксировать эти моменты то есть важно о них знать и важно их зафиксировать в акте приема передач потому что из этого может вытекать очень много разных нехороших историй то есть когда вы возьмете машину новое вы уедете что-то случится приедете даже возможно я ничему не удивлюсь в тот же дилер он скажет а у вас вы вот машину тогда били красили и вот и поэтому и поломалась какая-нибудь там трубочка патрубок проводочек и из-за этого у вас от отлетел там литий-ионный аккумулятор перестал работать кондиционер и всего-то на все на 300 тысяч надо ремонт а если у вас автомобиль не новый то это же стоит проверить чтобы просто понимать что вы покупаете стоит ли это защищать полировать получится ли из этого сделать что-то удобоваримое в общем эта услуга бесплатно что очень важно клиент отказался от машины мы будем искать новую ему машину в других дилерских центрах вам же я желаю удачи вы знаете куда обращаться за но не не зависит зачем-то посмотрел знаете куда обращаться за качественным сервисом дирижерскому центру вавилон конечно большой привет а может быть и не он понимаете может быть там ездил на нем как мы до этого с иваном разговаривали может быть ездил на нем перевозчик то есть неизвестно неизвестно вот поди разбери 60 километров пробега машина вся в сколах всадебных царапинах новый автомобиль в общем чтобы такой автомобиль не купить обращайтесь к нам пока